приветствую всех и сегодня у нас на обзорчике вот такие fpv очки на самом деле существует версия без приемника 5 и 8 гигагерц есть просто обычный вид и там мы можем просматривать различные ролики то есть есть av in подключаем также можно воткнуть карточку памяти до 32 гигов вот но это версия fpv мы с вами fpv-шники значит стоят они 162 доллара без учета всяких скидок сейчас на banggood на них скидка 10 процентов есть плюс кэшбэк делаем и получается дешевле прикольные жалко писалки нет на них а было вообще великолепно слушайте богатая комплектация выходит мы здесь даже получаем наушнички антенка обычная сосисочка здесь у нас провод для зарядочки потому что здесь встроенный аккумулятор 3 7 вольта 2000 миллиампер часов в версии с 5 8 гигагерц приемником если обычную версию берете там 1000 миллиампер часов сами понимаете потребление меньше соответственно и нам аккумулятор нужен меньше были классный этот кейс для переноски обалдеть мне нравится салфеточка для протирки то есть это зарядочка у нас получается вот так вот можно любую заряжать там обычный порт и здесь регулировочка сзади у нас все просто сейчас голову подберу свою просто но здесь все сложно ух ты головешка то побольше будет ну ладно значит что из себя не представляет разрешение восемьсот пятьдесят четыре на четыреста восемьдесят получается мы конечно с вами привыкли что такое впиве очки одеваем очки ничего не видим абсолютно то есть все летаем чтобы нам там сесть нам нужно так вот хоп снять ну за исключением скайзонов в которых есть камера спереди где можно переключить вот здесь изображение подается только на один глаз грубо говоря на правый то есть вот тут у меня должно быть изображение а здесь я должен видеть ну я вижу все через них знаете как я какой-то этот робокоп вот вспомнил как называется давайте ставим сразу антенку мы сейчас сразу будем тестить здесь потом пойдем на улицу протестим сравним с обычными пиве очками сравним со шлемаком посмотрим на чем круче естественно там будет круче скорее всего но это знаете достаточно интересная фишка вот а то есть мы и видим реальность и видим нереальность нереальность сейчас не пойму пленочка нет нет пленочки никакой нету значит вот сюда вставляется карта памяти то есть мы там можем здесь кнопочки переключения ок у нас звук прибавления запись запись слушайте а по этому что-то не было никакой записи по описанию ну посмотрим посмотрим давайте если я включу не работает нифига блин ну неужели ты разряжен а так придется подождать тогда сейчас я все дело заряжу и мы протестим но перед этим я скажу значит что нам здесь говорят угол 35 градусов и как бы вам объяснить изображение здесь должно быть таким как будто мы смотрим с расстояния двух с половиной метров телевизор диагональю девяносто восемь дюймов вот то есть ну представьте при прийти в магазин увидите девяносто восьми дюймовый этот телевизор если такой есть или там стоя не знаю сколько они идут отойдете на два с половиной метра и вот это вы изображение видите в этих очках вот примерно так получается ладно давайте я даже сейчас не интересно надо зарядить и быстренько сейчас запустим здесь а потом пойдем тестить так все готово я их подзарядил блин а вот знаете видимо не регулируется никак еще гляну инструкцию но немного не подходит то есть я думаю мы очень здесь привязаны к межзрачковому расстоянию и у меня не попадает полностью экран в мое поле зрения знаете даже чуть-чуть подвинуть ну получше то есть я вижу полностью слева направо но вправо экран не вижу в самом конце то есть какую-то часть скажем так 10 процентов экрана я не вижу ой куда все пропало а все он гаснет для экономии энергии вот значит у меня тут все на китайском мне надо полистать менюшку вот нас интересует как будет показывать изображение то есть я возьму вот эту и чайновскую мини камеру мини 3 в 1 fpv если не смотрели тест то посмотрите гонял на саммите летал на самолете полностью протестил и остался доволен за эти 18 баксов в принципе неплохо для начала так как автопоиск делать наверное кнопочку ок нажать и ждать знаете недавно как раз вышли очки дополнительной реальности у филипса или эпсона не помню сейчас погуглите и узнаете вот это нам тип того же то есть мы одновременно и смотрим мы видим все абсолютно я вижу обоими глазами и мы видим изображение еще дополнительно перед глазом так мне надо найти как мне автопоиск сделать давайте буду искать сдавайтесь сдавайтесь вы арестованы но тут кстати получше уже ситуация как то знаете когда получилось не менюшка какая-то общая картинка она как то и поярче и повеселее и более не знаю более видно что ли иногда у меня знаете как то непривычно когда один глаз у тебя видит вроде камеру он спереди а другой глаз у тебя видит изображение и получается что у меня на том изображении камера закрываешь глаз у тебя четкая в пиви картинка круто вот но в общем то не супер большое изображение не супер большой экран я могу одновременно идти по улице да все смотреть и смотреть тут какую-то киношку либо лететь на квадроки по пиви и в этот момент еще нет лететь наверно здесь сложно все таки вообще пивишная штука не ну можно будем пробовать чё этим чё могу сказать-то ладно давайте погнали в поле испытаем данные в пиви шлемочок монокуляр скажем так и протестим его посмотрим о я себя со стороны кстати еще не видел посмотрим каково на нем летать антенку надо ставить прямо чтобы поставить прямо мы ее так вот крутим и где-то так вот прямо ставим во а теперь полноценно погнали в поле итак для начала испытаем шлемочок на fpv аксиале камера стоит вон там где он покажет что у нас аксиал представляет из себя камера ну короче вы знаете да мы только что гоняли на босканском шлеме гоняли на и чайновском ой босканских очках и чайновском шлеме поэтому сейчас посмотрим каково это главный плюс давай мы включим запись где у тебя тут настроено все точно пошла запись вот прикиньте вот главный плюс то что я вроде в очках но я могу посмотреть что там еще в тех очках вот здесь есть еще два зеркала заднего вида то есть я вижу что сзади происходит и ко мне никто не может подкраситься и сейчас мы попробуем можешь аксиалу поснимать я пытаюсь ехать у меня сейчас тормозит мы только что устраивали гряземес и по моему там залила приемник и он глючит вот он заглючил опять сейчас пойду толкну его что-ли о нормально сам проснулся итак значит первое отличие я думал знаете сейчас будет засветка и мне будет очень плохо видно то что происходит в кадре но на самом деле все нормально видно все четко ничего не могу сказать по этому поводу если закрыть левый глаз то ну картинка далеко и в любом случае у меня по бокам не все черное у меня получается природа то есть нету полноценного переноса весь процесс вот этих вот езды скажем так и сейчас у меня солнце светит но я вижу все удивительно значит изображение идет тормознутое вот какое то и здесь количество вот этих вот пикселей получается как в шлемаке мне кажется больше приближен к шлемаку нежели к fpv очкам боскамовским то есть там изображение четко здесь четкости такой нету как на боскамовских очках блин либо у меня дальность короче теперь маленькая давай а вот но я попробовал посмотреть фильмец через них то есть достаточно интересно да конечно там не hd-качество вы ничего не получите разрешение экранчика очень маленькая но смотреть весело при этом вы можете идти вы можете заниматься какими делами и у вас все изображение только здесь вот и опять же я могу сейчас ехать и по fpv я могу ехать визуально ты только что гонял на своих боскамовских очках маловато экран полностью видишь тоже да не попадает вот у меня проблема не полностью экран то есть правую часть экрана чуть-чуть не видно четкость какая изображение четкость да как шлем похоже но слабовато 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 четкость ну не знаю после конечно очков если ничего не сравнивать может быть нормально а вот после нормальных очков практически невозможно и ну да интереса такого нету и думаю что нет смысла ну а сейчас я попробую полетать на квадрике вот здесь вот даже мимо кустов даже не планирую сейчас здесь летим чисто посмотрим аккумулятор двенадцать а нет двенадцать три нормально двенадцать три это же трёхбаночный трёхбаночный Димон говорит все шар-баночные я пролетом считаю включи запись там на квадрике да вот кстати здесь тоже есть кнопочка REC но у меня так и не получилось ничего записать флешку вставляю а толка нет так ну я в стабилизации с вашего позволения полетаю где перед и зад все понял короче главный плюс то что я могу визуально взять и посмотреть но нужно время чтобы я на него успел переключиться тихо 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 блин короче нереально вообще нужно привыкание просто обалдеть какое я причем не вижу сейчас нижнюю часть экрана почему-то у меня плохо сели что ли очки но это ладно но изображение вообще не очень сейчас я одену димановы очки и посмотрю летать просто нереально даже если глаз закроешь опять же здесь картинка немного тормознутая получается и я только могу узнать крутиться на месте или пролететь по прямой на большее вот сейчас я что-то дерево чуть не улетел визуально блин ну в поле будет лучше видно визуально солнце лепит да я чуть не потерял его опять так давайте-ка я сяду я сейчас одену нормальные фпв очки у тебя что-то желтый провод торчит нормально земля так давайте-ка визуально залечу на нем еще и квадрику надо привыкание ну слушайте но сложно да летать даже в таком узком пространстве то есть мне надо крутиться на месте а уж на тех-то очках вообще нереально было то есть в этих я все вижу и могу нормально контролировать тут уже от возможности квадрика все зависит сможет выйти не сможет вытянуть вот ну короче все понятно единственное не могуще всего визуально увидеть в общем вывод таков да какая-то дополнительная реальность но не более чем баловство пфпв нереально ездить на тачке пфпв реально но переноса нету плохое изображение тормознутое плюс много пикселей как в шлемаке а тут понимаете пиксели как шлемаке а изображение далекое то есть переноса нет все равно но смысл да короче если вы фпв фанат то это не ваш выбор ходите побаловаться посмотреть там фильмы что-то еще там построите себя робокопа это ваш выбор все ссылки в описании друзья мои пока